Всем привет, друзья! С вами Мамонт. В этом видео я расскажу вам про подарки, которые мне должны были выдать. И это, ребятушки, уже не шутки. Это вам не компенсация за лаги. Я покупал 5 новогодних спинов. Прошло уже достаточно времени с тех пор, как спин закрыли, а призы до сих пор не выдали. Стоимость одного спина 100 голды. Я приобрел 5 спинов. 5 умножить на 100 это 500. То есть, я потратил 500 голды в никуда, так как призы еще не выдали. Возможно, их выдадут позже. Но прошло достаточно долго времени. Вышел патч 0.18.2 и такое ощущение, что разработчики просто забыли про этот спин. Для некоторых игроков 500 голды это целое состояние инвентаря. Кстати, братан, у моего знакомого конкурс на 3 ножа. Если ты хочешь получить нож, тебе поскорее нужно подписаться на его канал, потому что конкурс только для подписчиков. Ссылочка будет в описании. Обязательно переходи и подписывайся. Вспомните, пожалуйста, когда добавили первый спин. Это был Хэллоуин 2021 года. Перед окончанием акции со спином я специально приобрел парочку спинов. И спустя некоторое время разработчики нам выдали на аккаунты наши спины, которые мы покупали до окончания акции. То есть, сейчас произошла такая же ситуация. Я специально закупил спины до окончания акции со спинами, но призы не выдали. А еще есть подарок, который разработчики обязаны всем выдать. Абсолютно всем. И об этом я расскажу чуть позже. А еще у меня есть информация о Бусти канале. О моем Бусти канале. Что же там новенького появилось? Свежая инфа. И у ребят, это вообще прям жарко. Естественно, ребятушки, мы посмотрим парочку багов. Это же традиция на моем канале. Я на самом деле очень люблю баги, которые не вредят игре стендов 2. А уже после багов, прочитайте закрепленный комментарий, обсудим Бусти каналчик. Ну и естественно призы, которые нам должны выдать. А это, ребятушки, я еду 850км в час. А знаете куда? К разработчикам в студию. Узнать новую информацию об обновлении 0.19.0. Блин, разработчики, добавьте уже ножи без скинов. Они же так круто смотрятся. Это, кстати, забаганный нож, походу. Я надеюсь, это не читы, потому что я читы осуждаю. Напоминаю, баги, которые не портят игру другим, можно использовать, потому что они ничего плохого не делают. Но, если вы ломаете систему, получаете медали с помощью багов или серебро и так далее, это наказывается. Поэтому багаюзить нельзя. Но если вы используете баг, который никому не вредит, не дает вам преимущества, его можно использовать вот такой вот баг с исчезновением скина с ножа. Он никому не вредит. Это обычный баг. Это такой же обычный баг. Мы все знаем, как его делать. Если нет, то найдите у меня есть ролик на канале. Это очень классный баг, с помощью которого можно убирать скины с оружия, но наклейки и брелки остаются. Это нереально красиво смотрится. И я бы уже давно добавил на месте разработчиков оружие без скинов, чтобы на них можно было клеить наклейки и цеплять брелочки. Подписчик сказал, что этот чел там стоял и смотрел, прям немножечко двигался, но, к сожалению, он видео не смог записать, потому что у него нет записи на телефоне. У меня был похожий баг, похожая ситуация, когда мой тиммейт умер, и его призрак остановился в воздухе, и можно было на него залазить. Но, как вы видите, это начало катки, но, возможно, на разминке кого-то там убили, и вот так вот получилось. Ребята, а вы знали, что там так красиво? Это капец. Представьте провалиться под карту и лететь в эту бесконечность красивую. Это очень классно смотрится. Я не знаю, как он туда попал, это реально очень жестко. Возможно, они знают какой-то проход, но все же я думаю, что это какой-то баг, потому что просто так попасть за текстуры, это очень тяжело. Либо это само произвольно произошло, либо, я не знаю, что это, ну, у меня варианты закончились. А ну, три! С 4 февраля в кинотеатрах! Начало катки! 40 фпс, и у челиков на спине бомба. У двух челиков на спине бомба. Но если взглянуть на карту, видно, что только у одного челика бомба, у второго всего лишь визуальный баг. Кстати, давным-давно бомба не отображалась на спине. Да, были такие старые обновления, где не было видно бомбу, я это помню. Лол, кстати. Вот именно такой же баг, час назад примерно, произошел у моей знакомой подруги. У нее, вот она играла с айфончика, и у нее такой же баг, один в один. И вам придется перезайти в игру. По-другому никак, вы не сможете разлагать, либо просто подождать, пока закончится катка. И то не лучший вариант, потому что, возможно, она и даже не закончится для вас. Для всех закончится, а вы дальше будете стоять вот так вот с челом. Трансформеры Prime из 4 февраля в кинотеатрах. Произвольный баг, который происходит чаще всего после каких-то глобальных обновлений. И у меня было так после 0.17.0 и после 18.0. Я не знаю почему, но вот так вот. Разработчики, возможно, что-то нажимают не так, или что. Так, о, обожаю баги с манекенами. Ух, ребят, урон 32 хп. Так, он стреляет в него, урон не меняется. Ну, потому что он проходит в упор. Пока что нет клиент-сервера, поэтому всегда будет такая ошибочка. Не знаю, в чем прикол этого скриншота. Возможно, этот человек бустит наклейку, и она уже стоит 29 голды. Либо он просто гордится собой. Вау, смотри, у меня тут два... Ааа, вот это я тормоз. Посмотрите на заказы. Нет запросов на покупку. Вы еще не создавали ни одного запроса на покупку. А запросов там очень много на самом деле. Просто игра не показывает. Вот такой вот баг. Неплохо, неплохо. У чилика есть кунай позже. Но я сочувствую тому чуваку, у которого даже глок распадается. У него нет никаких скинов. Бедненький даже в призрака превратился. Оу, да этот магазин так прикольно смотрится. На нем еще такие дырочки есть. Ну, как настоящие прям. Так, стоп, это что, читы? Или что? Я не понимаю. 50 тысяч убийств. 2 тысячи матчей. 156 часов. Это просто машины. Ребят, 156 часов и уже 50 тысяч килов. Я в шоке, ребят. Но, почему-то там никнейм. Навидренер топ. Ну, если ты мне скидываешь скриншот, мог бы написать себе там мамонтоп. Ааа, он кинул ему заявку. Офигеть, я в шоке, ребят. Чел диффузит бомбу в минус 38 секунд. Я не знаю, как его еще не убили. Я такого еще не видел. Чтобы так долго диффузили, это капец. По логике, бомба должна сразу же взорваться спустя там 20 секунд. Или сколько, не помню. А, 45 секунд до взрыва. На диффузит он уже 38. Это зашквар. Вау, ребят. Это эстетика стендов 2. Мне нравится, когда дорогие, разные, красивые наклейки наклеены на какой-то дешевый калаш. Это, конечно, очень вкусно. Но бывают и безвкусные наклейки, но об этом позже. Точнее, никогда. Веля стендов 2 сказал у себя на стриме, что разработчики для нас готовят компенсацию в честь того, что игра лагала. Вышло обновление 0.18.2 и до сих пор нет никакого подарка. Возможно, он будет в 0.19.0. Я, конечно же, сделаю все возможное, что могу. Я постараюсь разузнать информацию об этом подарке и так далее. Но если не получится, конечно же, все претензии не ко мне. Потому что я такого не говорил. Говорил это Веля. Я не буду говорить, если это неправда. Но я не думаю, что Веля тоже может соврать. Поэтому все-таки я склоняюсь к тому, что подарок добавят. А вот вам свежачок от Бусти канала Мамонт Стендов 2. Ну, Трейд Стендов 2. Я закупал эту наклейку. После опубликовал скриншот в Бусти канал. Кстати, для тех, кто не в курсе, что такое Бусти канал, прочитайте закрепленные комментарии. Там вся информация. Итак, после публикации, смотрю на рынке, он уже стоит 2000 голды. И те, кто успел закупиться, поздравляю, вы в окупе. И вот некоторые ребята спрашивают, а что такое Бусти канал? Зачем он нужен? Так вот для чего. Я что-то купил. Я скидываю скриншот истории покупок. И если вам что-то понравилось, вы можете купить то же самое. И подождать, пока оно вырастет. И вот так произошло, что я купил, выставил скриншот. И оно уже выросло. Это гениально и круто. И большинство людей, которые покупают то, что и я покупаю, в окупе. Я не гарантирую стопроцентный окуп. Обязательно прочитайте закрепленные комментарии. Всем спасибо за просмотр. А я вам желаю посмотреть вот это видео, которое вылезло на экране. Потому что оно очень полезное. Обязательно до конца. Обязательно. 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 Нажимай. Нажимай. Нажимай на видео быстро.